Субтитры создавал DimaTorzok Все это понятно, но что касается рынка, я специально после встречи с бизнесом, с представителями, с первым министром, заехал, успел взять Я ответственно хочу заявить, что рынки наши, вот тут они все перечислены, не платят ничего, то есть копейки Они даже не десятки тысяч, а тысячи, то есть измеряется это тысячами Почему? Основная масса из них, то есть 90% они являются плательщиками на едином налоге Что это такое? Это законам разрешено, они имеют право иметь оборот в год до 5 миллионов как предприятия И соответственно платить с них 5% единого налога в местный бюджет То есть если бы они показывали эти 5 миллионов в год, то естественно они платили местным бюджетом 250 тысяч гривен в месяц Но тут даже не десятки, то есть тысячи Почему? Я считаю, что в первую очередь в этом виноваты сами предприниматели, которые на рынках арендуют торговые места То есть они естественно никаких документов в большинстве случаев, как вот с Магирамовым и так далее Не просят, я не знаю, не оформляют правильно эти договорные отношения То есть они просто тупо, извиняюсь за выражение, платят наличкой, которую соответственно рынок у себя в обороте в отчете не показывает Соответственно 5% которые он должен был заплатить в наш с вами местный бюджет, он не платит Да, проконтролировать это, ну на сегодняшний день, как это не звучит грустно У нас в фискальной службе на всю область, подчеркиваю, на всю область осталось 8 человек в отделе контроля кассовых операций То есть которые должны проверить всю область У нас ежедневно там приходят десятки там жалоб от различных там граждан, да То есть что неудивительно, которым там чек не выдали или еще что-то И эти жалобы они отрабатывают, выезжают там на какие-то проверки Магазины, рынки, предприниматели, предприятия 8 человек, которые могут выходить на фактические проверки без предупреждения, без мораториев там и так далее То есть это реальная проблема, поэтому проконтролировать вот этот колоссальный оборот налички, который платится за аренду на рынках невозможно на сегодняшний день, невозможно Да, предприниматели, которые там на этих рынках работают, если они являются плательщиками там единого налога, как правило, первой группы, минимальной, да Они платят единый налог в местный бюджет, но это все равно достаточно, то есть небольшие суммы То есть я к чему? Супермаркеты, естественно, платят налогов больше Вопрос, если этот супермаркет там территориально зарегистрировано, юридическое лицо там в Киеве или Днепропетровске Основные как бы налоги там, налог на прибыль, НДС и так далее, он платит по месту своей регистрации Налог на зарплату он платит нам, то есть под доходный налог я имею ввиду В Николаев, да, по месту регистрации торговой точки Акциз, который проходит все-таки алкоголь и сигареты, невозможно в супермаркете купить без чека, без кассового аппарата Мы это все знаем, понимаем, что они это контролируют Мы это контролируем, потому что это легче намного, чем в рынке Опять же, 5% поступает в местный бюджет супермаркетов Через кассу там все пробивается Поэтому порядка однозначно больше там Поступлений в бюджет однозначно больше в супермаркетах Контролировать государство, естественно, легче эти супермаркеты Тот ужас, что мы сегодня видели, то, что действительно творится на рынках там На Зержинского, на строителей, на всех этих стихийных Мы как фискальная служба, ну, порядок нам там навести очень сложно Поэтому на сегодняшний день, к сожалению, законодательство, да, где-то оно стоит на стороне предпринимателей Что мы не можем там выходить какие-то с какими-то проверками безосновательно Плюс у нас сократили нас уже настолько, что дальше уже действительно некуда Но, я же говорю, тут остается нам как бы рассчитывать на сознательность наших тех же граждан, да, которые Все-таки, ну, или тех же предпринимателей, которые на рынках работают Оформлять все эти договорные отношения с этими рынками, да, то есть Тем самым они себя защищают от таких ситуаций, как в предыдущем сюжете было показано Они тоже к нам приходили, эти предприниматели, которые торгуют на рынке Магерамова, на Зержинского Вот, ну, я говорю, ну, вы же сами попали реально в такую ситуацию Почему изначально, когда вы с ним оформляли свои договорные отношения Вы построили фактически на его земле вот это вот, там, назовем это строение И он вам теперь выкручивает руки по этой аренной плате, поднимая ее там периодически Которую вы уже там платить не в состоянии Ну, невозможно на него повлиять сегодня каким-то вот такими законными способами К сожалению, вот, поэтому вот если подытожить, я говорю, рынки не платят ничего, нули Реально нули в местный бюджет, ну, копейки какие-то, да, то есть Супермаркеты, естественно, платят КОНЕЦ